На пороге Ляйсан Саубанова встречает Зайна Папа. Социальный работник для нее и любимый гость, и надежный помощник. Ведь живет она уже давно одна, и домашние дела ей не под силу. Ляйсан Лаисовна приносит продукты, лекарства. Социальным работникам она трудится уже 31 год. Это удовольствие дает для меня. У меня душа спокойная за то, что их кормила, что-то хорошего делала для них. Двое дедушек, восемь бабушек. Среди них ветераны Великой Отечественной и труженики тыла. Каждому социальный работник приходит дважды в неделю. Времени мало, но Ляйсан Лаисовна все равно найдет для них минутку. Уже на пенсии шесть лет. Бабушек никак не могу покинуть, оставить. Моет посуду, готовит еду, водит в больницу, занимается уборкой и стиркой. У Зайнап Мусалямовый артрит, и соцработник заменила ей больные руки. Зайнап и Ляйсан неразлучны. Она у меня как младшая сестра. Ага, как младшая сестра. Никак иначе своей помощнице не отзывается. Говорит, даже похоже судьбой. Обе живут одни, похоронили мужей. И обе во встречах друг с другом находят новые силы жить. Они делятся новостями, историями из жизни. Найти подход к пожилым, по словам работницы, непросто. Но она справляется. Старые – это как малые. Они бывают и капризные, и у них иногда плохое настроение. Но она подлаживается к нам. Спасибо большое. Пусть она работает дальше, пусть помогает пожилым людям. Как признаётся сама Зайнап АПА, помощница никогда не откажет, даже если работа в перечень оказываемых услуг не входит. Когда она может быть психологом, и сантехником, или там ещё кем-то. Леосян Саубанова стала соцработником в 30. Сейчас ей 61. И в работе, какой бы тяжёлой она ни была, не разочаровалась. Наоборот, душа спокойно говорит. И большего не желает. Я тоже не знаю, что это. Я тоже не могу сказать. И позже добавит. Наверное, продолжать работать, помогать моим бабушкам и дедушкам. Катерина Машинцева, Булат Усманов. Новости Юго-Востока.